Девушки отдыхают Я пришла встретить достойного и доброго мужчину Моя сестра Карина и подруга Галина помогут мне в этом Валерия 27 лет Жених отругал ее за покупку дорогой сумочки И она вернула ему кольцо за две недели до свадьбы Валерия владелица мебельной компании Предупреждает, что иногда забывает отключить командирские интонации дома Никогда не станет встречаться с мужчиной И который только что расстался с другой Мечтает о такой же семье, как у ее родителей Валерия ищет мужчину с мягким характером и с отдельной жилплощадью Считает, что у супругов должны быть раздельные денежные накопления И выйдет замуж за того, кто будет дарить ей подарки Очень по-восточному, кто будет дарить подарки правильно Правильно же? А еще, что правильно в гороскопе нашей невесты? Я думаю, что дело, конечно, не в подарках Девушки такого типа, как наша Валерия В 20 лет, такие огненные, я имею в виду, живут по принципу Эй, мужчины, докажите, что здесь есть кто-нибудь достойный меня Если они плохо себя ведут, вызывающе, разбрасываются этими самыми мужчинами То к 40 годам они доходят до совершенно другого девиза Эй, ну есть здесь хоть кто-нибудь? Ну пожалуйста Вот поскольку Валерия у нас ровно посередине сейчас Между 20 годами и 40 годами Мне кажется, что самое время задуматься о себе серьезно И просто нормально спросить весь мужской пол И спросить саму себя, достойный ли я мужчин? Кто достойен меня по-настоящему? Какие качества я хочу увидеть? Мне кажется, что вот на нашу программу она пришла именно за этим Спасибо Прежде чем к тебе обратиться Галина, а что это вы так головкой в несогласии покачали? Ну мне, во-первых, не понравилось то, что сказали Что у Валерия посередине от 20 до 40 У нас Валерия моложе, чем 30 лет Ей 27 лет, примерно посередине Валерия, примерно Видишь, как подружки-то пришли Не в ту сторону Я смотрю, в отличие от вас, у Розы не такие радужные Между прочим, надежды на вашу подружку и сестру Да, типичный пример Ларисы, женщины-карьеристки Согласна с Василисой Вот видишь, она девушка-карьеристка Бизнес-леди такая, офисная леди К 40 годам перестает зарабатывать, потому что все заработано Остается только себе для себя ребеночка завести Ну не знаю сегодня, как будем убеждать Хотя вы ищете мужчину по тем подаркам, даже по качеству подаркам Который он вам будет дарить А вот на сколько вы сами подарок-то Это чего разбираться надо Валерия, неужели, правда, из-за сумочки свадьбу отменили? Ну дело не в сумочке было, безусловно Не, ну из-за сумочки это не серьезно Если сегодня из-за сумочки устраивать, завтра будет Мерседес Хотя кто-то знает Ну тогда объясните всем, чтобы поняли В двух словах, что за ситуация была Вы работаете, вы зарабатываете, вы владелец какого-то бизнеса Да И вот у вас появился мужчина, с которым была любовь морковки Собрались жениться Нет, это было задолго до того, когда у меня появился мой бизнес Ну как незадолго Я еще как бы тогда была просто на руководящей должности в крупной компании Ну вы не зависели от кошелька? Не зависела, я никогда не зависела от кошелька мужчины Я всегда как бы самодостаточная девушка Все, что хочу, я себе могу позволить Вот, ну просто так случилось, что я встретила, полюбила И как-то вот, ну не обращала внимания на какие-то недостатки Что-то меня может быть не устраивало Но я все-таки решилась отдаться этому светлому чувству Поскольку и бабочки в животе, и вот такое возвышенное ощущение У меня мама армянка, папа русский А молодой человек был? Русским Но это не имеет значения Имеет? Еще какое? Особенно все, что касается подарков И каких подарков, конечно, имеет Поэтому я и спросила Ну просто дело все в том, что как бы У меня определенный уже достаток был Поэтому, как бы, ну это тоже не важно Но все равно обращаешь внимание А что у вас-то с этой сумкой злосчастной? А сколько стоила сумка? Да дело не в сумке абсолютно Что там, сколько она стоила-то? Да, стоила она, ну 500 долларов она стоила Это недорогая сумка Просто я хотела посмотреть, какова будет реакция На свои деньги купили? На свои деньги, конечно Короче, она его решила затестировать на предмет похода по маркетам И он ей как компаньон не подошел На что, как бы, мне просто ответил человек Что, как бы, ну, дорого и потом как-нибудь, знаешь Это ты ее приобретешь, может быть И, как бы, и слово за слово Ну, и как-то и получилась такая ситуация Что очень много он сказал того, что не нужно было И я, давайте разбираться Она закатила ему истерику из-за сумки, что ли? Получается, что да Вы покупали сумочку на свои деньги Вы же с ним не жили общим кошельком? Не жили общим кошельком Вот вы покупали себе сумку, ну и купили бы Так я ее и купила А зачем обсуждать? А почему нужно было обсуждать? Какая ему разница, сколько стоит эта сумочка? Почему нужно мужчин вовлекать в наши лифчика, трусовые, сумочные истории? Зачем? Это другая, Лариса, тут есть другой вопрос Сколько к тому моменту времени, когда шло до сумки, вы ходили по супермаркету? Или по вот этому магазину? Мы никогда не ходили по супермаркетам Я заподозрила человека в скучности Пожадный Да, и я просто решила проверить, насколько человек искренне ко мне относится И насколько он щедр А вы были сколько с ним знакомы до того времени? Уже оставался месяц до нашей семьи А вы были с ним всего вместе сколько? Всего полгода Скажите, а вы вообще в принципе способны признавать свои какие-то промахи? Безусловно, я могу признавать свои промахи И очень часто, извиняюсь, если я не права Да, вы смотрите, мужчины терпеть не могут, когда их грузят Когда их грузят бабским Ну какая ему разница? Это на будущее, не про это Скупость проверяется совершенно в других делах И вы из-за этой сумки запустили у дела и сказали, ах так, свадьбы не будет, да? Нет, не из-за сумки А из-за чего? Тогда рассказывайте Мне походу главное все материальное, вот насколько я понимаю А может быть у него не было денег свободных, потому что он тратился на свадьбу? Ведь такое тоже бывает А он тратился, кстати, да? Ведь он же свадьбу организовывал Он организовывал свадьбу Да, и платье вам купил, не дешевое? Платье купила себе я сама А, не дешевое? Не дешевое Я так думаю, что он не зарабатывал сколько его, он зарабатывал меньше Я знаю, что он зарабатывал больше, но... Я думаю, что меньше Он просто не хотел еще жениться Нет, скорее всего, она просто решила, что не для нее есть повод какой-то порвать Можно я ясность? Да В общем, не в деньгах там дело совершенно Лера не такой человек, чтобы за деньги цепляться Но все в том, что этот человек, он был совершенно не Лериного полета Лера у нас энергичная, целеустремленная Она ни на что не посмотрит Летал низко? И своей цели добьется А он человек совершенно был неэнергичный Вы понимаете, что вот в животном мире есть кошки, есть собаки, есть тигры, да? Вот Вы же не возьмете котенка в дом, а потом не возьмете Как это он не превращается в тигра, в тигрицу? Вот в том-то и дело Понимаешь, она влюбилась в мужчину Она влюбилась в него Не в своего Да Так что же она злилась на себя, нужно было злиться? То есть получается, пока деньги есть, все прекрасно, как денег нет, то все, да? Да, жизнь полосатая Какой, ну скажем, доход мужчины в месяц мы рассматриваем? Потому что вы, я прочитала, не меньше 500 тысяч, потому что вы неплохо зарабатываете Месяц? Месяц? Полмиллиона в месяц Рассматриваем только такую зарплату, от полмиллиона, правильно? Это верно? Вот И кошельки у вас отдельные будут А это как? Кошельки у нас не будут отдельно Просто я не хочу зависеть от мужчины, да? Не хочу зависеть от мужчины, но тем не менее Но при этом купи мне сумочку Что за бред? А какая часть ваша будет? Ну я считаю, что сколько человек заработал, столько он и положит в эту общую копилку То есть мужчина кладет туда полмиллиона, вы кладете? Сколько заработаю? Сколько заработаю? Бюджет должен быть у каждого свой, да? А тут она уже в одну копилочку складывается Слышь, ты учти это? Да А тогда я не понимаю, каким образом, кто у кого спрашивать будет Идете в эту тумбочку, берете день, который вам нужны Тогда зачем раздельный? Это совместно называется, а не раздельный А я и сказала, что это будет совместный бюджет Нет, вы запутались, Валерия Вы сейчас хотите одновременно сидеть на двух стульях Вы хотите произвести хорошее впечатление, что вам вот это вот все земное абсолютно неинтересное В то же время вы путаетесь в показаниях Это неправильно, вы должны определиться Вы должны определиться для себя Либо мы сейчас рассуждаем о любви и говорим исключительно о любви Либо о жизни, как это правильно было Я, например, поняла Лерину историю следующим образом Что действительно она была влюблена в этого молодого человека И она хотела увидеть именно такую же влюбленность с его стороны И в этот момент, конечно же, никакие материальные моменты, которые она увидела Вот по поводу той же самой сумочки Ей просто не хотелось видеть Он должен был порадоваться Да, понимаете, что он делал Она великолепный человек, вот насколько я ее знаю Она не меркантильна, она очень справедлива Она очень, как бы, нормально относится вообще к жизненным ситуациям Хорошо, мы рассматриваем, вы хорошо знаете Это ваша близкая подруга А кто подарила ей духи или парфюмы, что-то дезодоранты? Это тот же все, да? Да, это тот же все Ну это вообще кошмар, правда ли? Ну почему это кошмары, они знакомы были полгода до свадьбы Может быть, они к моменту дня рождения месяца были знакомы А на день рождения при таких-то деньгах А, кстати, какие подарки-то хоть понимать-то это Мы вообще мужчин рассматриваем за меньше полмиллиона или не рассматриваем? Стандартная зарплата менеджера 100 тысяч в месяц Рассматриваем Рассматриваем Нет, так раз, а чего заявляем-то? Посмотрите, я не хочу просто, понимаете, обычного менеджера-продавца Потому что мне человек тот, который, в принципе, я рассматриваю мужчин, которому уже ближе к 30 годам Это руководящий должность, это свой бизнес Так что там про духи-то? Он вам подарил духи и мыло или там дезодорант или что-то И вас это оскорбило Вы ему вернули Ну, духи тоже могут быть разные Можно такие духи эксклюзивные, которых нигде нет, а которые стоят очень дорого Я ему вернула все подарки, когда у нас расторглась свадьба Я, поскольку, как бы, не хотела, чтобы... Чего ожидали от него? А какой подарок хотели бы на день рождения? Ну, я ожидала какого-то сюрприза просто Дорогой телефон намекал, да? Да нет, у меня... Ну что вы, ну чай к тому времени у меня Ну что, я слепаю, что честно, я себе уже подарил Намекала же сначала А, например, одну розу хотя бы подарил и тот А он сделал вид, что не понял намек Он не понял, и я к тому времени уже купила сама себе Ну, взял и купил, да У нас себе такой же время не человека ищет для жизни, а какой-то список готовых услуг, да? Да, да Что будет присутствовать, что не будет присутствовать Купила себе, дорогой телефон Намекала на телефон Ну, Ну, если вы его любили, почему вас это так раздражало? Понимаете, любовь была по телефону, она была на расстоянии, все было воздушно И по телефону каждый человек хочет казаться другим, несколько положительным, да, чем он есть, может быть, на самом деле И когда ситуации складывались таким образом, меня просто повысили в течение наших отношений И когда просто был период, когда мне нужно было вступить в должность, я очень много времени тратила на работу И постоянно вот какие-то такие его качества проявлялись, как вот слабохарактерность Он постоянно, ну, как бы отвлекал меня от работы, я ему объясняла Посмотрите, Валерий, вы допускаете, что все люди разные на земле, да? Безусловно Есть сильные, есть слабые Я допускаю этого Есть успешные, а есть неудачники Ну вот я к этому просто хочу и привести, понимаете, что сумочка, это был последняя капля Когда я уже поняла, что нет смысла продолжать и портить ему жизнь и себе калечить ее Потому что я хочу выйти один раз и навсегда замуж Раз последняя капля сумочка Да не понял, она Да это жарковая ручка, наверное И поэтому я решила, что я не хочу губить человеку жизнь Я понимаю, что он был, страдал бы со мной, потому что им постоянно пришлось бы доказывать себе Валерий, я очень рада за вас, что у вас все хорошо с материальным Но поверьте мне, жить нужно все-таки с человеком Иногда нужно закрывать глаза на слабости, мужские в частности На какие-то его промахи Не судите по себе Мало того, что вы с ним были всего-то ничего, полгода Вы так бежали паровозом Вы его быстро мерили по своим лекалам Быстро примерили, где-то он не подходил Я хочу всю жизнь прожить с ним, чтобы потом понять, что я всю жизнь давала ему шансы А он все никак не от него не воспользовался Какие вы ему шансы давали? А вот машину покупали там за миллион триста А у него 200 долларов не нашлось Более того, сколько там минут он потратил, чтобы не деньги дать, а выяснять, откуда взять, да ведь? Он вообще сделал вид, что он не услышал А она его в страховку, например, вписала Она все время хает и хает его Хоть что-то она сделала, чтобы у человека Ваше желание сделать какой-то Послушайте, ну представляете, я сегодня влюблюсь В мальчика дворка А потом буду вам говорить Девочки, ну вы же понимаете, что я к другой жизни Вы же понимаете, что я к другим подаркам А он мне на Новый год подарил одуванчик Ну, бред какой-то То, что вы сейчас говорите Откуда, во-первых, вы знаете, что у него были деньги Те же 200 долларов на машину А что, пробить по базе можно? Да, по какой базе пробить? Там все было видно У него была машина, он жил в квартире Это человек, он мог купить подарок Понимаете, подарок Вы от него денег хотели? Да нет, поверьте Да, у него все упирается в материальное положение Тут главное в такой разности их характер Понимаете, он очень был ревнивый человек Он ревновал ее Ой, боже, только все, милая Только корене Только давайте сейчас уже даже не про ревность Даже к работе он ревновал Ее к ее продвижениям по службе Он постоянно звонил ей И понимаете, это когда-то чашу терпения Она закончилась Давайте так, либо мы про ревность, девочки Либо про его скупость Ну вот понимаете, вы же говорите про жизнь Она полюбила урода, жадного ревнивца Нет, ну почему же? Когда вы влюбляетесь в дворника Да Вы же влюбляетесь, у вас все в воду хавиатолено Да вы с ума сошли, посмотрите на меня О чем вы говорите Все, хорошо, сегодня давайте уже будем Мальчишки уже томятся Хотят с вами быстренько знакомиться Кого точно не будем рассматривать? Мужчину меньше 500, полмиллиона Нет, инфантильного мужчину Какого? Инфантильного Маменького сынка А чей он должен быть, соседский что ли? Нет, ну я имею ввиду человек, который Никак не может выйти из детского возраста Он ищет какую-то мамочку, чтобы она его нянчила О нем заботилась Ну короче, щедрого ищем, ладно? Мне нужен, безусловно, щедрый мужчина Потому что я в любом случае Валерий, тогда давайте о вас Хорошо, потому что какой жених придет, неизвестно А вот я хочу вам задать вопрос Все у вас складывается Ситуация, вы влюбляетесь Парень хороший Вот подходит Вот по всем Честно, либо вы мне отвечаете Честно, либо... Да, все И перед самой свадьбой выясняется, что у него проблема с работой У него дикие долги Его подставили Нужно отдать все ваши накопления Все его накопления Вот все, что есть на сегодняшний день Мало того, свадьба отменяется То есть вы расписываете, но свадьба отменяется Потому что если он не раздаст эти долги У него будет просто беда Вы готовы пожертвовать? Ситуация в следующем Если этот человек занимал хорошую должность Да, просто обстоятельства такие Произошли там кризисы Или еще что-то произошло Ну вот такие обстоятельства Но у человека лично... Да, не проигрался в карты Он не какой-то халявщик, который уходит у всех деньги Нет Занимает Нет Тогда я помогу ему во всем И мы, когда заработаем деньги Мы сыграем свадьбу, если захотим Тогда да Ни за что не поверю, что не жалко свои деньги отдавать кому-то Да не, она даст Ой, я в растерянности, Ларис, не могу понять Правда? Так нужны вам нормальные зарплаты у мужа или не нужны? Ну не помешало Мне необходимо, чтобы человек... Потому что, в принципе, дорогие подарки Вот там машины у вас дорогие достаточно Так я все-таки ищу вам обеспеченного мужчину или не ищу? Безусловно Ищем обеспеченного Обеспеченного Ну слава богу Но она ищет себе мужчину или кошелек? Ой, девчонки, вы повисли между двумя мирами К сожалению, это результат эмансипации женской С одной стороны, каждый из нас хотел бы быть прекрасной воздушной волшебницей Чтобы мужчина любил за женственность, дарил подарки, ухаживал, заботился С другой стороны, мы сейчас все кричим и требуем Уважаю вам не личность, я тоже бизнесмен, зарабатываю меньше, чем я Не звони мне, у меня совещание Вот я вам все-таки советую выбирать путь второй То есть путь женственности Какие бы успехи на работе не были Постарайтесь быть мужчиной Милой, тихой, какую сумочку не принесет Слава богу, тогда будете счастливы Мужчина не должен ограничивать вашу свободу Ничего не должен вам запрещать Потому что вы написали это в своей истории Просто Я не могу пока, но я сориентируюсь во время программы За что вас мужчина должен полюбить Мы подарок Просто понимаете, вот вы тоже Самый подарок, можно я скажу? Подарок Вы подарок же? Я подарок Да ты далеко не подарок На что вы ради мужчины подарок готовы? Что я готова ему подарить? Да Я готова ему подарить все, что он захочет И в первую очередь самому себя Я думаю, что я себя сделала У меня хорошее образование У меня хороший достаток Я считаю, что я буду самым главным и лучшим подарком для мужчины Такую девушку, как я, очень сложно найти Хорошо В позе рекламы женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» У нас в студии Валерия Идите знакомьтесь с первым женихом АПЛОДИСМЕНТЫ Саша Валерия Спасибо Ой, целовальщик Проходите И вслед оглянулся Ковбой и еще целовальщик Здравствуйте, Александр, с кем вы пришли? Это моя подруга Дюля Очень приятно Разберемся, что за подруга Давайте пока на вас посмотрим Александр, 26 лет Не работает, живет на сэкономленные средства Пишет сценарий фильма, в котором планирует сыграть главную роль Гордится тем, что за три года жизни в Италии приобрел европейский менталитет Никогда не дарит женщинам цветы и не платит за них в кафе Александр два месяца жил с девушкой и полностью обеспечивал ее Но когда она села ему на шею, ретировался Надеется, что Валерия не позарится на его кошелек Василиса Сатурн, соединение с Луной и Скорпионе на вершине второго дома Вообще люди такого типа никогда не бывают очень богатыми Они пытаются быть практичными И за счет того, что они свои финансовые дела хорошо пытаются организовать Я беспокоена тем, что у вас на текущий момент нет работы Пускай даже есть какие-то накопления, честно признаюсь Потому что есть у вас в гороскопе еще там квадраты Соединения Марса и Меркурия Которые говорят, иногда такой человек способен пуститься во все тяжкие Даже на какие-нибудь совсем правильные виды заработка пойти Если что-то случится с финансами Поэтому я надеюсь, что он нам сейчас расскажет, как все-таки живет Как тебе жених? Это не пижамный у вас футболк-то? Пижамный? Ну да Нет Не, ну так, ну ладно, слабо Это уже... А то я думаю, надо же, жених прямо Ты так торопился, что не успел переодеться Я так думаю, что эта маечка стоит дороже, чем то, что он себе надет Да? Я вообще-то пришел девушку Очень хорошо Красивый, красивый, самоуверенный Ну, что, не работает Есть какие-то деньжата Я могу еще вот так вот сделать Это что-то меняет? Вот так Да нет Я уже не подхожу Все, маечка плохая Прически Почему не подходишь-то? Мне нравится, что ты себя подарком считаешь У нас вон тоже подарок По подарочкам Александр, а вы откуда приехали в Москву? У нас с Украины С Украины? Давно? Три месяца Я прожил три года в Милане, потом 10 месяцев А вы в индустрии моды? Почему в Милане? Чем вы там занимались? Всем по-разному Вы модель? Немножко Вы хотите снять фильм? В этом фильме сняться? А о чем будет этот фильм? Не только Какой жанр? Не знаю Ну, уже есть какая-то история у вас? Кто будет автор сценария? Сценарист я вообще А о чем фильм будет? Фильм будет о том, что Вот, собственно, о том, что Девушки пользуются халявой Я раньше, правда, платил за девушек Да, там все нормально Сейчас я прихожу Я приглашаю девушку Прихожу с ней в ресторан Да Она там берет, заказывает себе суши Всякие штуки Потом мило улыбается Приносят счет Как бы, да Я смотрю И что там один он И говорю, пожалуйста, принесите Двойной Да вообще Ну да, потому что денег у него нет Девушки вот такие Я не знаю Девушки сразу же меня Задайте Их так смеялось Так все весело А в ресторан она вас ввела Или вы ее пригласили А потом плати, дорогая Пригласили это как? Это как будто Я не знаю Как будто это только мне надо То есть Если только мне надо Мне не надо Хорошо А если вы в театр девушку ведете За билет Она тоже выкладывает полторы тысячи рублей? Обязательно А цветы? То есть вы цветы А она цветы Она цветы Только я ей должен дарить Она мне нет, да? Нет, ну смотрите Прямо вот мне интересна техника В кассе вы покупаете билет Ведете Я ни за кого платить не собираюсь И никому не дам платить за меня Простите, мне интересно технически Вот вы с ней выходите Со спектакля Или прямо перед спектаклем Вы когда ей предлагаете расплачиваться? Ларис, ну просто ужасно То есть вот как это происходит? Вы уже говорите о отношениях Отношениях Это совсем другое Я девушку пригласил Слушай, мне понравилась девушка Давай сходим куда-нибудь Это не означает, что я должен платить Извините Теперь поняла То есть зависит от стадии отношений Во-первых, это свидание Ничего с собой не подразумевает О подарке О подарке, наверное, вообще речи не может быть С одной стороны, девушки тоже Когда идут на первое свидание Они именно этим и пользуются Они ведут самое дорогое место Заказывают все самое дорогое Вы имеете право платить за себя Не платить Вы имеете право найти женщину богатую Которая будет за вас платить И дарить вам подарки Вот ровно какой вы сценарий жизни себе напишите По такому вы можете и проживать свою единственную жизнь Это ваше право Мы просто, поскольку программа называется Давай поженимся Пришла Валерия, которая обняет мужчин в скупости И поэтому она не выйдет за скупого замуж никогда И пришли вы со своей позиции Вы считаете, что в Европе так Каждый сам за себя до свадьбы Я считаю, что, наверное, если Вот ты ищешь себе парня Или деньги ищешь вообще Я ищу себе мужа То есть ты говоришь, что ты обеспечена, да? Да Ну то есть в чем проблема? Мне не нужен свободный художник Который будет лежать на диване И мечтать о небесных кренделях О том, что вот пойдет дождь Я напьюсь Ну не будет дождя Ну значит буду ждать А вдруг как бы супруга принесет Я напьюсь Понимаете? Мне нужен человек, который будет лидер в отношениях Который будет локомотивом И я буду как жена Как вот поддерживать его И мы вместе будем идти к этим целям С одной стороны, ей нужен подчиненный, да, какой-то Который исполняет все ее желания С другой стороны, ей лидер нужен Непонятно Может, ей двух зависит? Ты пропустила то, что я сказал Что я не буду платить ни за кого И за себя не позволю Это мне... Мне вообще деньги не нужны, честно А почему? Я достаточно обеспечен Как это не работаю? Я работаю А вот достаточно обеспечен Это за счет чего? Может быть, вы получили наследство? Нет Я родился в бедной семье Сам все заработал 30 тысяч месяцев у вас доход? Здесь в Москве, да, два месяца А вы в Москве живете в съемной квартире? Или у подружки? Или где-то у товарищей? Я у мамы живу То есть мама работает, мама снимает квартиру И вы живете у мамы? Я снимаю квартиру Как это мама снимает квартиру? Вы платите за квартиру? Конечно У меня есть деньги Хорошо У меня есть достаточно денег То есть вы сами себя обеспечиваете? Мы не только про это Я сейчас пишу Я написал книгу, переписываю Рабочая Название какое? Я Книга называется «Я» Скромно Ну почему? Потому что вы считаете, что за 26 лет у вас есть достаточный опыт, чтобы поделиться с человечеством этим опытом? Да Мне нужна творческая какая-нибудь девушка Вам нравится Валерия? Нет Почему? Ну она не мой тип Я не знаю Только поэтому? Или вам не нравятся ее взгляды на жизнь? Потому что Лариса маленький гонорар Я сейчас Она вообще ничего не Нету У нее нету жизненной позиции Она бросила молодого парня из-за того, что он ей не купил сумочку Как так? У вас достаточно такая четкая жизненная позиция, да? У меня четкая, да У меня очень четкая Лежите на диване и описываете свою ничтожную жизнь О том, как я пожил в Барселоне, в Милане И теперь я Вы просто прикрываетесь, что вы, мне кажется, платите за квартиру Если бы вы могли бы оплачивать квартиру, вы бы не жили с мамой, да? Да Она же не знает, как работают творческие люди Если вы все-таки влюбитесь в человека Важен ли вам будет достаток его? Если он даже будет получать 15 тысяч рублей, как многие ребята получают в Москве Я не влюблюсь в того человека, который зарабатывает 15 тысяч рублей Потому что в любом случае, это уже не тот человек, который мне нужен Я не вижу таких людей, вы понимаете? Я не вижу таких людей рядом с собой Потом ему завтра зарплату повысит до 300, она сразу влюбится Она сразу, да, полюбится То есть, ну что за чувство вообще? У вас не окончено архитектурное, да? Да А почему не закончили? Я хочу в следующем году на режиссера поступать Говорят все, что поздно, но я хочу Нет, во-первых, не поздно на режиссера поступать Какие книги вы читаете? Какой последний спектакль вы посмотрели? Честно, ни одного спектакля не посмотрел, потому что не нравится А как тогда вы можете пойти в эту профессию? Абсолютно свободно могу пойти Кто? Мне разве кто-то запретит, что ли? Нет, никто не запретит Я в шоке У меня нет слов Хорошо, спасибо вам огромное, Александр Вы можете уже показать сюрприз, а мы посмотрим с большим, при большом удовольствии Интересно, что вам подарят-то? Что у вас может выбрать из себя? Наверное, какой-нибудь творческий... Стишок Я, если честно, не понимаю вообще сюрпризы Смысл, смысл сюрпризов Произвести впечатление, порадовать Девушка пришла выбрать парня, а не сюрприз Ну да, да Он не врусный Он передавит хочет ее уже Девушка властна, а он хочет ее передавить Вот и все Я хочу возле себя личность какую-то видеть Хорошо А вы что из себя представляете? Вот как девушка говорит, я хочу, чтобы он стремился Дело в том, что все этого хотят, понимаете? Все, спасибо Ждите в комнате и смотрите, и слушайте Следующий Спасибо Разошелся Да что там разошелся вообще? Да, слушаю вас, Галина и Корине Вот подтверждение Совершенно он не определился Обвинил мою сестру в нечеткости жизненной позиции У самого Хочу быть режиссером Как называется ваш сценарий или сценаристом? Не знаю Про что на ходу выдумал Пишу книгу Какое первое слово, что придумал я Не знаю Вот подтверждение позиции, Валерия Вы Посмотрите Прям воочию Просто А красавчик какой Да уж, конечно Покрасивее Нужны либо деньги, либо я Да меня вообще она не интересует, если честно Роза, а ты платишь за себя на первом свидании? Я не Понимаете, есть люди с позиции Я хочу жить так Меня устраивает 15 тысяч Меня устраивает эта жизнь Мне нравится писать сценарий Но здесь не по одному пункту Человек не раскрылся вообще Василиса Разозлила на меня страшно И когда люди сюда приходят искренне искать невесту По-настоящему Действительно отстаивают свое мнение Я стараюсь всегда находиться в человеке что-то хорошее Но он настолько пустоголовый И за фразами, практически заученными Не стояло абсолютно ничего Двух слов связать не мог Мысль развивать эту не мог Поэтому мне сложно его как-то характеризовать Еще что интересует, интересно? Ты пришел засветиться Засветиться в чем? Давай поженимся теперь вашим мобильным Наберите 0736 Роза и Василиса Дадут вам совет в любое время Новая встреча через несколько минут Не пропустите В эфире «Давай поженимся» У нас в студии Валерия Идите знакомьтесь со вторым женихом Удачи! Спасибо! Спасибо! Смотри, какой пиджачки в галстучке То есть такой солидный, идеаленький Здравствуйте, Роберт С кем вы пришли? Очаровательный Олей Очень приятно Давайте на вас посмотрим Роберт, 41 год Директор металлообрабатывающей компании Гордится, что сохранил дружеские отношения С бывшими женами Мечтает построить второй дом И купить самолет Предупреждает Если у жены все время будет болеть голова Он пойдет налево Первая жена 6 лет пыталась вернуть Роберта Вторая целый год уходила от него к другому мужчине Надеется, что Валерия не будет метаться Ну что ты скажешь о Роберте? Ну вообще, большую проблему представляют те мужчины Которые в один и тот же момент хотят от женщины противоположных качеств Вот, например, Роберт Он сначала на первом этапе отношений ждет от женщины Что она будет чувственная, сексуальная Будет максимально дарить ему свое обаяние Но потом На втором этапе отношений хочется, чтобы жена отошла в тенек Так не отсвечивала Давала свободу Уже не держала за душу Ну... Вы не правы Я могу сказать, что ваш гороскоп А заодно и ваши истории, в которых мы разберемся Говорят, именно подтверждая гороскоп Вы армянин? Совершенно верно Угу Не татарин Извиняйте, Роза А у нас в детстве нет Не татарка Вот, поэтому Поднапрягитесь Ну да А чего? Человек состоятельный Уже, как говорится, в возрасте С опытом Вот единственное, что меня смущает Вот эти хождения налево Но, в принципе, даже не смущает Я не переживаю Вы, Валерия, как? Главное, чтобы голова при этом не болела Не болела У себя на работе Мне кажется, в будущий раз Зависит, насколько часто Как у вас с мигренем Нет, есть анекдот такой Знаете, когда муж приходит Да я в курсе Да Такой, подожди Не перебивай Это все же не пока моя подруга Главы Она говорит, что ненормально У меня голова не болит Ну, слава богу, сегодня не болит Значит, займемся сексом Ой, Роберт, Роберт Знаю я вашего брата Но вы даже себе не представляете, как Да, вы что, Сережа? Конечно У них два Один младший, другой старший Кого из них знаете? Говорит, младшего брата знаешь Хорошо бы уже почти друзья Вы были женат? Да У вас есть сын? Да И дочь Сколько ему? Опа И сын, и дочь от одной женщины? Нет, отрадно У обеих головы болели? Ну, когда как А сколько дней, кстати У жены должно болеть Вот минимально голова Чтобы вы не пошли налево На дню Так, у тебя, значит, голова болит? Ну, ладно Я пойду, значит, погуляю Роберт, вы смотрите Перед вами сидит Валерия Нравится? 26 лет Хорошая девочка, да 27 Подарки дарить будете? Я сам как подарок Лучше подарок Меня сделаю Вы второй подарок Принято Третий Я сделаю Они еще должны посмотреть Кто из них лучше подарок Роберт, а полмиллиона В месяц зарабатываем? Потому что мы не рассматриваем даже Вот я хотел задать Это полмиллиона критерия? Да А если месяц чуть Нет В год? Здрасте в год Тоже мне в месяц Нет А если в неделю полмиллиона Это устраивать ей? Ну, да И меня тоже устраивает Тоже процесс Неплохие Ходит от ответа Хитрый Вы обещали, что ваши бывшие жены С которыми вы, как утверждаете В прекрасных отношениях Будут вашими сватиями На программе Почему не пришли-то? Ну, у меня Понимаете? Есть такое понятие У женщин хорошие Все хороши У меня хорошие отношения Но человека, если когда трогаешь Да? Ну, вдруг у них возникнут Какие-то чувства Мне хотелось Скажите, а что помогло Сохранить хорошие отношения? Приличные алименты? Или что? Любое Мое хорошее отношение Ну, ладно Вот мне знаете Про которых Которые пришли? Нет Послушайте От которых вы уходили Мне про них не очень интересно Мне вот интересно Та история с занозой Которая в течение года От вас уходила А вы ее держали И прощали ей И ждали А что же в ней было такого особенного? Ну, не знаю Молодая, наверное, да? Ну, молодая Не отрицаю А сколько лет был у нее? Когда? Когда я женился Или когда я расстался? Когда я женился? 16 с половиной 16 с половиной А расстались? 28 Долго, в общем-то, прожили 10 лет 16 с половиной 10 лет Потому что вам все равно, кто воспитывает вашего ребенка? Мне все равно, конечно Ну, мне не важно, с кем она живет А где живет-то ребенок? С ней А где? А она где живет? Недалеко от меня, по соседству А вы вообще в Москве живете? Или к нам? Нет, за городом Скажите, Роберт Наверняка у вас даже на первом свидании Возникнут какие-то вопросы К вашей избраннице Вот у вас есть возможность сейчас их задать Вот что для вас обязательно важно? Мне просто очень интересно Все о деньгах, о деньгах говорим Критерия полмиллиона и выше Да А не хочется ли сделать самой? У меня определенные есть критерии По которым я смотрю и оцениваю мужчин Вот и все Она неплохо зарабатывает, кстати Мне не нужны чужие деньги Но я обеспечивать никого не собираюсь Альфонса не нужен, конечно А вот для девушки достаточно Только состояться в профессии, допустим Иметь приличный заработок Ну и все Достаточно? Или нужно что-то еще, какими-то качествами обладать Чтобы на ней хотели жениться? Да Какими? Ну, хотя бы есть такое банальное слово Женственность А вам женственности хватает, Валерия? Вот вы бы хотели, как старший товарищ Соотечественник ей, ну, что-то посоветовать Она хорошая девушка Но не моя Роберт, я знаю, что вам для сюрприза Нужно пройти в свою комнату Пожалуйста Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Валерия, вам приготовили сюрприз Проходите на сцену АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Валерия, если я бы на тебя женился, то я никогда бы с тобой не ругался Решил бы все решить по-мирному Только борьбой На кровати Шикар, как это смешно, я не видел никогда Что ты думаешь по поводу этого сюрприза? Смешно, весело А как вам в новом теле? Не знаю, как-то вот, знаете, это говорит о том, как не хочу быть СМЕХ Сразу аппетит исчезает И смысл, смысл вообще от подарков АПЛОДИСМЕНТЫ Вы прелестная, совершенно прелестная пара Если бы вы еще станцевали что-то, я была бы счастлива сейчас А музыки нет? Ой, да будет вам музыка, только станцуйте Клюво АПЛОДИСМЕНТЫ А с ней рядом, как смотрелся Ну какие-нибудь пасть делайте, потанцуйте Всем спасибо Спасибо большое, спасибо Спасибо, Ольга, вы можете со своим другом проходить в свою комнату АПЛОДИСМЕНТЫ Ну мне понравился сюрприз, например Было милое Оригинальное, необычное И вообще мне парень понравился Ну не парень, а мужчина АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как-то вас он не вдохновил, судя по глазам? Почему? Я на него, например, возлагала все свои надежды Но услышав о двух женах, двух детях Сестра-то у меня молодая, незамужняя Красивая Все бы ничего, если бы не прежние браки А вы, Галина? Я даже не могу определенно сказать Конечно, то, что он состоявшийся, это однозначно как бы уже видно по нему Вот, в принципе, Валерий такой и нужен, в общем-то, мужчина Смотря на, как говорит про тебя, хорошо Роза, ну, если я должна облюсти ваши финансовые интересы То я продолжаю эту линию Меня смущает, что человек без высшего образования, то есть там не закончено Является директором Вот не... Вот так повезло? Нет, не крутили, здесь обман Почему у тебя не закончено образование? Ну, что делать? У меня выбор был, или работать, или учиться Я выбор был, работать Это относительно того, насколько у него доход больше 500 тысяч Федот, а не тот Роберт себя характеризовал так Любит отдыхать, кушать, пить и кайфовать Не отрицаю, кайфовать я люблю Ты это знаешь Вот он, он веселый, да, Брин? Вот он мужчина просто, он не стал маскировать Вот он мужчина, вот он такой Либо нравится, либо не берите Я думаю, что когда Валерия посмотрит нашу программу с собой в записи, она изумится Ведь она фактически в вечернем эфире Первого канала танцевала топлес в этом костюме Потому что там трусики-то были, а верха не было Интересный, юморной Понравился сюрприз И своей необычностью, какой-то, ну, нетривиальностью, что ли, от вас требовался минимум усилий, всем было забавно Да и непротивный какой-то, он легкий, да? Он действительно легкий в общении, но он произвел впечатление человека, который вам способен опанировать Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» Я предлагаю Валерии встретиться с третьим женихом Проходите Привет Здравствуйте Меня зовут Денис Меня зовут Колерия Спасибо Тебе Спасибо, проходите Нормальный, лысенький парень Он взрослый, как-то он Мы рады вас видеть, с кем вы? Это Настя и Антон, мои друзья Очень приятно, давайте на вас посмотрим Денис, 36 лет Владелец страхового агентства Мастер спорта по прыжкам с парашютом Мечтает открыть отель на берегу моря с вертолетной площадкой Обещает каждый вечер баловать жену ужином, если она возьмет на себя мытье посуды Денис бросил все к ногам возлюбленной, сделал ей предложение, а она ушла к другому мужчине Надеется, что Валерия умеет ценить людей Как тебе жених? В соединении Юпитера с Марсом в 10-м доме Карьерист, классический, который от жизни многого хочет Много потратили, я думаю, сил на то, чтобы вырваться из среды, из которой произошли Каждый мужчина, который желает развить, не знаю, то ли дело своей семьи, то ли финансовую стабильность приумножить Нуждается в продолжении И он также нуждается в женщине красивой, яркой, чуть-чуть доминирующей в отношениях Которой будет многое позволено Я думаю, что вы хотели быть царицей С ним вполне можете себе позволить Роза, прям завидую вам, Валерия Мало того, что богат, но по крайней мере декларирует Ну, я думаю, вряд ли он зарабатывает полмиллиона Еще и хозяйственный Обещает жену кормить Идеальное качество просто-напросто Вот единственное, что, если вы такое идеальное чушь, у вас там девушки-то от вас убегали, жены, по-моему Вот это надо разобрать Нет, была одна девушка Одна, да? Да Чего бежали от такой, прям, идеальной степени? У девушек было многое, даже очень, наверное Расскажите вот про девушку из Новосибирска Ну, эти были отношения, длились они 4 года То есть Мы ее забрали из Новосибирска с ребенком Да Со взрослой девочкой уже Мы жили вместе Почему не женились? Потому что в один момент я понял, что я хочу быть с этим человеком, да? Создать семью, детей И, соответственно, должен для этого купить квартиру, да? Чтобы нам было где жить Правильно думали Да Вот на фоне всего этого ей нужно было уехать в свой город Для того, чтобы какие-то документы сделать на жилье По прошлому браку, да? Я сказал, что за это время, пока она будет жить там Я здесь куплю квартиру И, соответственно, мы какое-то время провели друг от друга на расстоянии Ну, какое-то сколько? Полгода, месяц? Около семи месяцев Ой, на расстоянии очень сложно встречаться У тебя был опыт? У нас через 7 месяцев встретились Опыт, да, был Ну, то есть мы встречались довольно-таки регулярно Я летал туда, брал билеты, она прилетала сюда, Новый год Мы встречались вместе А, я-то думала Созванивались по 4-5 раз в день Ну, в общем, когда через 7 месяцев встретились, почувствовали холодок Мы встретились, но это последний раз Когда она уже к вам в Москву приехала Ну, она приехала, я показывал дом, в котором мы будем жить Да, и поскольку она любила жить возле реки, привыкла Вы тоже, да, возле какого-то водоема построили дом Ой, как они благодарны, как странно Почувствовали холодок, в общем, что она в кого-то любилась Когда в последний раз она прилетела, ну, какой-то другой человек прилетел уже, да Потом выяснилось, что у меня появился другой человек некоторое время назад Все прошло? Точно не хотите вернуть? Точно нет А доход у вас больше 250 тысяч? А эту информацию я как бы, ну, не хотел бы Ой, Мил, ну, да-да-да, мимо пойдешь Ну, как это, рост? Реально, реально хочет денег девушка Конечно Хочет подарочки там всякие А девушка, когда пришла сюда, она тебе ищет человека или мужчину с деньгами? Обеспеченного человека мы ищем Так это отношение, главное, то, какой человек Но сегодня она хочет мужчину, у которого заработок превышает заработок Валерии У вас выше, ниже? У меня? Ниже Ниже Да Ну, вы человек хороший, верный, дом построенный Я вообще не считаю, что отношения не меряются деньгами А их количество Нельзя мерить, нельзя мерить отношения деньгами Нельзя Так, конечно, счастье на деньги не купишь Но можно как раз это счастье, эти деньги же могут к этому счастью приблизить Понимаете? А если рассматривать ситуацию с обратным Что отношения и какое-то счастье, возникшее без финансов, может привести к материальному счастью? Хорошо, вы как за женщиной ухаживаете? Как вы считаете, вот маленький такой кладчик, сумочка такая вот, 15 тысяч Вы считаете, это нормально или это все-таки роскошь? Не, ну если человеку нравится, то почему нет? Ну, свои деньги тем более куплены, правда же? Конечно А если на ваши? Вы подарите? Да, да Ну вот Чего нет? Чего ломаешься? Не ломается Он не ломается, просто не понимает, зачем выстраивать из этого огромную проблему Вот завтра вас возьмет начальник И уволит А у вас уже такой возраст, когда куда-то вас могут уже и не взять Не стройте глазки, что это ваш собственный бизнес, и вы можете уволить только сами себя Завтра может произойти все, что угодно Поэтому немножко вы как-то себя подберите, подсоберитесь Человек сидит хороший, не пьет, не курит А я кушаю, пью, курю Да ты вообще ужасная Кайфую Верно, я рассказал про себя, дом построил ради любимой женщины на берегу реки Вы, что вы этого не слышите? Я слышу это, и я наоборот говорю, что мне наоборот импонирует Денис Мне очень нравятся его внутренние качества И мне кажется, почему бы и нет? Это все-таки деньги или качество мужские? Качество, просто материальное Это вы говорите сестра Это вы сестра Мерилом этих качеств, которые ее и привлекают Не раздражает вас от меркантильной девушки? Раздражает Молодец Просто деньгами чувства не меряются Так никто не меряет деньгами чувства, понимаете? Может быть, вы считаете ее меркантильной Но у меня никогда не было ни одного ухажера, который был бы супербогат, и она встречалась с ним Ни одного Ну хорошо, может быть, тогда сюрпризом растопите сердце Валерии Покажите Валерия, умеем салатики готовить? Не Давай вместе, попробуем АПЛОДИСМЕНТЫ Какой огурец Замуж тебе надо, Роска Я мечтала всю жизнь так научиться резать овощи Так, я иду к вам Я хочу повторять, я хочу это увидеть еще раз Стоп, 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 мальчик мой, я должна это увидеть еще раз АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фантастика АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Даже я так не люблю Учись студентам Ай, молодца И это криворукость Слышь, хочешь? Пол миллиона, пол миллиона Такой парень Ну, давай посмотрим Да Можем Нужна как вам, с такими понтами-то Может, придете, мы вам найдем АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Будем бороться дальше С Дипантой С Дипантой будем бороться, да Год-другой Она еще приплачивать будет за Жениховка АПЛОДИСМЕНТЫ Я не буду приплачивать за Жениховка Знаете, у меня всегда будет очередь, с которой я смогу выбрать Не будем спорить По местам Пойдемте Забирайте своего друга Он потрясающий Проходите в комнату Уверен, что построил дом Даже уверена, что какие-то там гвозди были вбиты Вашими золотыми руками Молодец Что-то мы как-то так и не успели Ничего вставить Я так порвалась Я тут и видела Девчонки, ну вы видели Я восхищена Я вижу, что он каждый вечер будет готовить жене ужин Я думала, что это так обещание Даже если не может Вот я ему не задала вопрос про дурные привычки Типа пьет-курит Точно, не пьет и не курит Все видно, руки не дрожат Больной, что ли? Пьет, не курит Не завидуй, Роза, чужому счастью Ну как вам? Мне понравился И мне тоже понравился парень Еще бы не понравился Потому что он не просто как бы остается на одном месте Он еще растущий То есть вот у него есть и увлечение Он же мастер спорта там чего-то, да? Ну чувствуется И потом рассуждение Действительно уже зрелого такого человека Но предупреждает, что если разведется с женой Детей не отдаст Молодец Валерий, если мужчина до 35 не достиг Определенного уровня Достигать дальше смысла нет Если уж жена не поможет Да у него все будет прекрасно, Роза А ты так одет, бедная Сейчас ты так одеваешь Вы сейчас на все будете согласны, мои хорошие Концут программ Потому что женихов уже больше нет И выбирать не искать Уже готов под любого Роза 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 Знаете, тут дело даже не в астрологических суждениях Просто Денис Потому как он размышляет об этой жизни По его опыту, по его мировоззрению Просто похож на мужчину Так можно сказать Не про каждого героя нашей программы, к сожалению Поэтому уже замечательно Денис у нас настоящий мужчина Настоящий Коренея и Галина Ну кто же все-таки может Разукрасить жизнь яркими красками Вашей сестры Мне понравились последние два парня Вот Роберт и Денис Но Денис мне понравился более Спасибо Галина Мне больше всего понравился Денис Денис Ну что, ты выйдешь за невестой, если она зайдет? Я думаю, нет Мне не нравится ее позиция На выбор человека, с которым она хочет провести жизнь Роза Вы знаете, Валерия, если вы хотите действительно выйти замуж за успешного мужчину То есть за мужчину, который выглядит состоятельным и является таковым Мне кажется, надо быть последовательным в этом вопросе Поставили этот критерий Нравится кому-то, не нравится Осуждает, не осуждает Вам жить Но вот если все-таки вы планшку опустили до 250 тысяч в месяц То Денис вполне подойдет Потому что я не верю, что у Роберта есть такие финансовые возможности Мне Роберт очень понравился Роберт, ты готов свои полмиллиона присоединить к Леринам? Конечно, да Но не знаю, нет Кофе попить я с ней обязательно должен Ну я думаю, что вы его не выберете Потому что и разница в возрасте И разница темпераментов Вы смотрели на него, как на шалуна мальчика А Денис мне понравился И мне кажется, что если вы немножко спесь свою куда-то в другое место То будьте вполне счастливы с этим человеком Поэтому Денис Спасибо Острологически вам хорошо подходят мужчины воздушной стихии Водолеи и близнецы А значит Денис Но можно рассматривать и Роберта Если вы сделали свой выбор, то проходите к тому, кого выбрали Мы вас поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям И отправляйте смс их номером по телефону 4-4 Георгий, 37 лет, номер 1896 Шофер-дальнобойщик Ищет душевную женщину, которая станет неотъемлемой частью его самого Евгений, 28 лет, номер 1897 Оперный певец Ищет жгучую брюнетку с черными глазами, который будет петь песни и читать стихи Мы не знаем, выйдет Валерия одна или с избранником Я приглашаю всех выйти и поддержать ее решение Здравствуйте Здравствуйте, милая Ну что, пошли пить кофе? Пойдем У нас есть пара, Валерия и Роберт Если вы хотите оказаться на месте наших героев Заполняйте анкету на сайте Первого канала Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, пожалуйста Удачи Когда идешь горной дорогой, периодически спотыкаешься Но вот иногда так неудачно и так больно Я, я думаю, своей любимой была А ты меня обойди Мне нужно домой А когда уезжали, крокодилы сделают Потому что, наверное, было постельное белье в кучу трудных забрать После ваших ночей Редактор субтитров А.Семкин